Царь Небесный Сокровище Боги и в Жизни Подателю Приселись мы и очистимы от всяких склемных И спаси Божьей души нашим. Господи, Ты не ложно обещал, что Дух Святой наставит на всякую истину. Разъясни нам Твое Священное Писание, дабы в точности его исполните. Братьям наших на благовестие, благослови, сохрани и возврати в мире. Пособи в этом деле по трудам нашим здесь, вразуми, наставь, пошли нужных советников, наставников. Хвала Тебя, Отец Святой Дух. Аминь. Пятая глава Ивановна Конфея. Увидев народ, Он зашел на гору, и когда сел, приступили к Нему ученики Его. Толкование. Восходом на гору Господь научает нас ничего не делать под тщеславию и напоказ. Видя великое множество собравшегося к Нему народа, Он сел и начал учить Его, ни в городе, ни на площади, чтобы видели Его многие и хвалили. Но на горе, в пустыне, где не было никого, кроме душевных желающих получить или видеть исцеление. Ну, как будто мы толкование одного. Ну, вот если Он зашел на гору, это не могла. Просто холмы в Израиле. И почему это связано с тщеславием? Вот мне это непонятно сразу. Если вы понимаете, это тщеславие. Тогда тщеславный был апостол Павел. Он на площади и всюду проповедовал. Вариопаде проповедовал. Видите, это очень может пустить. В данном случае? Может быть. А так никак не может быть. Сегодня выступают по телевидению, в интернете, на миллионы. Слушайте, на стадионах. И что это, тщеславие? Видите, вот кажется, все понятно. А когда посмотришь, нельзя ссылаться на это место. Что если там собрались люди, мы могли вообще-то перед всем это тщеславие, тогда ничего не надо. В данном случае, конкретно, Он подчеркивает качество Христа, который был без тщеславия. А почему тогда? Потому что везде мешали. И поэтому отделение, отдельное место, и дальше начинать с ними беседовать. Там, где шум, где базар, очень трудно говорить. Это надо обладать особым талантом, голосом. Я на самом базаре. Мы встали так, чтобы народ у тебя больше идет. Ну, мы громко говорим. Я развещаю людям истину. А одна торговка сразу, слушай, старик, ты этого надоел мне уже? Уйди отсюда. Все, она торгует. И я мог бы тебе не говорить это, а тебе смешу это, да? Ну что, я отошел в другое место. В другое место, где тоже народ разворачивается, чтобы маленько ход за метрами. Там люди-то идут и идут быстро. А мне надо успеть что-то сказать. Называется уличный проповедник. Если кто в интернете видел, это началось с Америки. Он становится какая-то там в тумба, парапет, и начинает говорить. Главное, закон не нарушен. Вы покаетесь. Вы обратитесь вовремя, а то погибете. Уже весь мир горит. Все рядом. Остановились. Они живут, стоят, девка. И так тебе это надо. Вот ты, лесбиянка. Тебе надо замуж выйти. А вы друг друга тешите. А вы, мужеложники, не каетесь. Вы воду будете? Вы сгорите все там. Один подошел в руках, дал где-то. А там кто снимает-то его, и все-таки даже с ним заговорили и прочее. Подходит полицейский. Кто-то сказал. И ему говорит. Ты ему потише, Валик, я говорил. А он на всю головушку кричит. Улица. Где-то. О! Еще и полиция. А за полицией что чистится? Как они людей угнетают, придираются. Везде все. И громко не говорит. Вас тоже Бог будет судить. Слушайте внимательно. Евангелие того и написано, чтобы полицейские были хорошими. То есть он непрерывным криком пробуждает людей. И, гляжу, началось это в разных местах сейчас. В вагонах, в магазинах. Сначала споют что-то, а потом людей привлекли внимание. Там в столовых, в забегалках. А дальше начинается там мемель, где-то новогодние калятки украинские. Это петь. Проповедь в это время очень нужна. Люди ничего не знают. Иоанн Кронштадтский. Имел мысль поехать в Китай. Благовестником, проповедником. Но коснулось ему быть в окрестностях Санкт-Петербурга. И он увидел. Боже мой. Да что же это делается? Да ответь мне, Господи. Люди Христа не знают. Рядом храмы. Какой Китай? Когда свои трущобы без Бога живут. И никуда не поехал. А пошел каждому здесь заходить в каждый дом и начинать говорить. А когда, говорим, он в храме. И там стало потворение жаловище Славия. Так можно очень далеко уйти. Люди... У него свой пароход был. И он там... Какая там... Река там... Что-то там такое... Северная вещушка. Они вот так схватили его за корабль-то. А у него тогда колесо и лопасти. Он хлопает и не может с места сдвинуться. Держит его. Его почитатели не спят на берегу. Жгут костры. А это его окошко горит там. И вот так не били, почитали. А другие стали считать. Бог сошел в образе человека. И образовалась секта и они там. Ему говорят... Это Христос сошел? Христос. Прямо на Христа похоже. Ну, полиция. Ставлю вылавливать. Ставлю бабок этих. А они обратно возвращаются. Если так вот узко понимать, тогда вот те люди, которые широко проповедовали, они все тщеславные. Но это не так. Это огонь Духа. И мы увидим в другом месте Господь прямо и в храме и опрокидывал, и говорил, и привлекал внимание. Так что ссылаться на любое общественное служение как-то тщеславие совершенно неправильно будет. Можно сказать? Дело в том, что, конечно, ссылаться все время нельзя, но надо учитывать мотив. Мотив и цель этого. Выступление или пробоведь или что. Ведь это действительно есть. Бывают такие ради тщеславия, ради, чтобы кому-то угодить или ради каких-то амбициозных целей. А если ради истины и по Евангелии, это надо быть самым очень ревностным, очень правильным человеком. Вот тогда да. Вот я пожалел просто, что я взял аппаратушину. Вот ты и видишь, что он сказал. Ну, с какой целью человек это делает? Если они пробуют, то хорошо. А если подчеславили, то конечно. Я слышал такое. Вот опь, и там водовороты. Давай на бутылку спорим, я ее переплыву. А плыву и не доплыву. А другой-то охочет, давай спорим на 10 рублей. Сейчас зайду в трамвай и буду говорить о христе. На спор. Из баптиста. Молодежь. Ты должен узнать, нуждается этот человек или нет. Вот к нам, который забрел здесь. Он с нами перекрестился, даже три раза был. Немножко ему сказали. Сам у нас вылез через это поваленное дерево. Вот опять же, кому сказать или не сказать, это опыт. Опыт по видению Божьего. У меня было так, что подходит человека родственник. Ну прямо на того хорошего. Я бы ни одного слова не мог сказать. Допрашиваю. Ну почему не сказал ему ничего? Я не могу ответить этого. В другом месте еще раз услышу, будешь говорить о Боге. Мы тебя знаем здесь. Я все равно говорю. Это уже навык. То есть ты должен почистить. У тебя аудитория. Есть. Есть люди. А уже с каким намерением? Ну просто ради тщеславия. Это редкий случай. Написано. На углах улиц. Молятся. Перекреститься на улице нельзя. Ибо они получают похвалу. Ты не забывай. Похвалу. А сейчас ты по затылку получишь. Что спрашивают? Если я зашел в камеру. Перекрестился. Перед всем. Перед всей сотней людей. Это еще ради тщеславия. Да тебя загонит такой угол. Ты, говорит, дверь не найдешь. Правильно сказано, конечно. Цель. Намерение. Ну а когда уже в Боге человек живет. И у него и желание, чтобы люди познали Бога. Узнали. Примирились. Жили по-божески. Второй и третий стих. Молодец, наверное. Да я здесь. И скажешь, когда они расслышат. И он, отверзший уста свои, учил их, говоря, Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное. Толкование. Народ приступает для чудес, а ученики для расставлений. Посему после совершения чудес и исцеления тел врачу и души, Дабы мы знали, что он есть Творец и душ и телец. Он учил и не отверзая усть, то есть своей жизнью чудесами, А теперь учит отверзший уста. Учил не одних учеников, но и народ. А начал с блаженств. Так и Педавид начал с блаженства. Псалом 1, 1 стих. Иногда говорят, ну нет возможности такой. Я живу в деревне. Ну кому я скажу? Миша Никитин тут жил. И я пришел к нему во двор и говорю, Миша, почему ты на блаженство никогда не едешь? Наши люди собираются, свидетельствуют. Мы вот приглашали сегодня ваши. Вот в этом месте. Поехали в Шашино. И всем говорите про старообяческую церковь. Выступите, расскажите отдельно, по другим улицам. Пройдитесь. Находя в деревне и тут кто? Я говорю, да в деревне Бог пошлет. И в это время что-то переписывали скотину, там куриц, что-то находили. По двору идет женщина. Я говорю, сама идет, откуда она? Ну а что я ей скажу? А пока она шла, я в это время вижу, что не скажут. Уже аудитория сама пришла в обмор. Я подошел к ней и стал разговаривать. Она пришла уже. И ты ей начни сказать, а с чего я с ней начну? Она в брюках, в первую очередь. У нас в деревне это не разрешается. А почему, я вам и объясню. Так Бог говорит. Ты думаешь, мужчине понравится, что форма облегающая платья? Бог говорит, мерзость перед Богом-то. И она до того внимательно посмотрела. Ну, когда она стала расспрашивать там про индюков, про коз, он стал говорить, а после дальше закончил. Видишь, только говорит начальник, и он мгновенно. Тебе было так, что приходили в обмор? Нет. Мы с тобой когда-то говорили, что надо благоествовать везде. И Бог откроет, Бог еще нет. Но только один раз, первый раз за всю твою жизнь заговорили. И первый раз за всю жизнь Бог сразу и посылает. Действительно удивительно. Это Бог мне говорит так. Ты никогда сам себе не сможешь об этом говорить, об этом. А вы в это время из кустов вылезли и скажите вот, а вот они мы. Чтобы люди поверили, что тебе что-то открыто. Ну, по договору. Бывает, но это очень трудно сочлили. Или опоздания никакие. Бог посылает человека. И вот здесь люди. Иные же не только исцеления и стали. Иные вопросы на ответы. А иные подглядывали. Посылали, чтобы уловить его в словах его. Меня проще всего ловить. У меня книги написаны. Говорил и говорил. Я уже не отобросил. Как? Говорил. Вот он говорил. Я вот только вот и посчитал. Заговорили сейчас. Иду в лес. И у меня тут дорожка пробита раньше заходить. Где большие слева сады. Кей. Огромный кей. Струбный. Расчетенный. И тут я пробил тоннель. Проходить через сады дикие. На малину. Я повернул только. Дмитрий Рустианович. На встречу. Это ты откуда? На малину. И. А дальше пошли. Говорили. Он все считает. Одну книгу за другой. И по теме стали говорить. Я читал ваши ответы. Как вы отвечали Саше в ухе. Когда он говорил. Вот так-то. Так-то. И здесь. Разговор сразу пошел. Так. И мы не готовились к встрече. Ничего нет. Я не хотел ехать. Знаем. Малины нет. Пошел. 130 малинок нашел. Специально посчитал. Да. Показать надо что сегодня. Наверное уже 30-е. 30-е августа. 15-го года. 30-е августа с малиной есть. Может можно истить даже. Дальше. Прежде всего выставляет смирение. Как бы основание. Так как Адам по гордости. Возмечтал быть Богом. То Христос. Восставляет нас. Посредством смирения. Нищий духом. Суть душевно чувствующая свое достоинство. Какие простые слова. Мы из них можем построить такую башню. Бажанным нищим духом. Ибо их. Есть Царство Небесное. Все. Не надо ни святки. Не надо ни священства. Ни причастия. Ни крещения. Нищий духом. И Царство Небесное. Вот так нельзя узко смотреть. Это открывается. Для тех. Которые ищут духом. Могут ЦССР. Которые причащаются. Которые живут по христиански. Творят милость. И постятся. Для них Царство Небесное. Но тут не написано. Оно написано в другом месте. Но теперь сочленяем вместе. И получится у тебя полная картина. А так один стих вырвал. Ничего и не надо. Вообще ничего не надо. Ни одного таинства. Четвертый стих. Блаженные плачущие. Ибо они утешатся. Толкование. Плачущие. То есть о грехах. Они о чем-либо житейском. Сказал же. Плачущие. Я разумею. Плачь неоднократно какой-либо. Но всегдашний. Притом не о своих только грехах. Но и о грехах ближних. Утешатся же они не только там. Но и здесь. Ибо кто плачет о грехах. Тот духовно радуется. Особенно там. Здесь он радуется. По надежде получить прощение грехов. А там будет непестанно радоваться. Получив жизнь блаженную. Я обращаюсь в первую истоку. Когда он был диаконом. Феофилар. И он говорил. И собирал. Круписами собирал. Златоустом в основном. Он не скрывает этого. Тут больше половины Златоустом. Законспектировал. И сказал. Ну а если плачет. Горе потерял ребенка. Там бывает. Или что-то. Бог осуждает. Не осуждает. Нет. Но плач не может быть безутешным. Написано. Стефана. Побили камнями. И был плач велитий. Так там верующие все. Да. И Духом Святым исполнили. Да. Христос говорит. Где похоронили Лазаря? Иисус послезился. Так что Иисус? Мог не послезиться. Мог. Как человек. Очень жалел своего друга. И здесь говорится. Но только это все надо направить в нужное русло. Ты посещаешь меня. Мне так тяжело без этого человека. Я потерял его. Господи. Но смиряясь. Ты высший знаешь. А не так. А где Бог? Куда он смотрел? В это он Иванович через дорогу. Там это Нюрка Конопатая. Она всем надоела. По садам Лазаря. Почему не ее задавил шофер? Шли вместе и в школу. А моя на Олимпиадах везде. Она на Настю была медалисткой. Именно ее задавила. Почему? Это Валентина Распутина описывает гибель. А шофер еще выскочил. Он на остров убежал. Скляпался. Потому что чтобы его не убили. Пока милиция приедет. А на милиции я знаю. Все там разбираются. Фьяны. Шли в школу. Доманулы. Священник. По городу. Годи 140 км. Работают дорожники. Он как дал машину. 140 км. Двоих сразу насквозь. А третья реанимация бежит не значит. Живой или нет. И все это зафиксировано. Везде видеонаблюдатель. И уже в утро из личного дела все эти материалы исчезли. И все это в интернете стоит и сидит. Священник такой. Ну я не знаю. 35 лет есть или нет. Он навсегда не может без священника. Во-вторых. Уголовное преступление должно равнозначное быть. Наказание. Ничего этого нет. А почему? Все замазано. К утру уже в деле ничего и нету. А он не виноват. Лопну колесом. Ну в городе 140 км. нет такого. Рабочая работа. Он знать еще не знает. Дальше ничего нету. А он видит уже додумывается. Вот она церковь чем занимается. Покрывает убийц. А как? Отдать его тем, которые должны его судить и все на этом. Молите, чтобы Бог дал ему покаяние. Но не больше. Бывает помещается где-то. Но это явно, что искал беду себя. Пятый стих. Блаженны кроткие. Ибо они наследуют землю. Толкование. Некоторые под землей разумеют землю только духовную. То есть небо. Но ты разумей и сию землю. Кроткие почитаются презренными и бедными. А он напротив говорит, что они-то особенно имеют все. Кроткие же суть не те, которые вовсе не гневаются. Таковы бывают только решенные разумы. Но те, которые могут гневаться и воздерживаются. А гневаются только когда, когда должен. Ну и Блаженны наследуют землю. А тут не землю, а небо. Я никогда никому этого сказать не могу. Понимать можешь так. Но как же небо, когда написано «землю»? Никак. Это уже настолько возвышенное, как у Синьона Нового Богослова. Земля – это первая часть здесь земля. Бог дает ее прудки. Которые Богу все доверяют. И они ее наследуют. И ты на практике это видишь. Те, которые предлагали разные силы. Добычу засмотришь. Ну возьмите, с Березовским как было? Миллиарды. Бежит за границу. И там смерть, которая приписывает, что она насильственная была смерть. Из земли стер Бог и все. А как смеялся, как издевался. Войду Путину объявил. Я как-то говорил и собрал всех, кого я знаю. Кто объявлял ему Войду Путину. Все умерли и счастье смерть. Очень опасное занятие. Так и вы за него. Вон и счастье ада. Это человек как бес, мне там пишут. Это такой человек. Мне не дано судить это. Дано молиться. Написано молиться за солей за начальствующих. Александр Митвиненко. ФСБ. Там уничтожает Россию и прочее. Там выступил бывший КГБ-шик где-то. Все отравили этим Сезием. Умер. Аганга там расследовала. Валерия Новодорска. Там такая. Обзывали жирная средья. Она при всех сидела. При всех. При Брежье. При Андропове. Сидела и сидела. Всех правителей обречала. Сидела. А тут думала что-то. Что его понесло на Путина. Что-то на ноге пупырек. В больнице. Назад и на полосу. Все. Илюхин. В КПРФ. После Зюганова. Как и не самый главный был. Процесс над Путиным надо устроить. Готовят материал. Здоровый. Нормальный. Внезапно умирает. Константин Петров. Генерал. Выступает везде. Он. Колдун настоящий. Генерал. В генерарских погонах сидит. Что его потянуло в последнее время против Путина. Внезапно умирает. Ответ один. Космическая энергия поразила его. Николай Ревашок. Точно так же. Академик. Там с Рокфеллером рядом. Ничто не помогает. Внезапно умирает. Болел. Нет. Лег спать. Уже не встал. Почему? Ну возьмите. Лег Рохлин. Я называю генерала. Людей знатно. Все до одного ушли в жизнь. Да что их Путин убивает? Не знаю я. Но только я по деятельности их видел. А они непосильные ножки взяли. И они при людях стали открыто выступать. И все проходит короткое время. Их нету. Не объясним. А сейчас по одна капелька дали. К другу тебе справили. Все получилось. Или для себя это имели. Если это он виноват. Чтобы этого не было. А если не виноват. Чтобы подозрений не было. А чтобы такие люди то думали о душе своей. А не о том как одного правителя. Еще худшим заменить. Мы вот дорога ехали. Николая Ключиная. Виктор Савченко. И рассуждали. Ну что сейчас. Вот смотри. По крайней мере. Война в Чечении идет. На улицу улицы выходят. Ну по малой мерке так взять-то. Мне этой свободы вот так хватает. Мне не запрещают ни поститься. Ни молиться. А ты хотел чтобы на его место пришел. Винведев там. Или Зюганов. Понятия не имею. Я не голосую. Принимаю все что есть. И наследую эту землю. И нам земли дали. И живем. И земля есть. Я буквально это понимаю. А что небесное и будет названо землей. Это слишком высоко. Наследует. И наследует. Там по ним проверил. Вот здесь точно. Другие бились. А почему вам дали. Вы все закупили на американские доллары. Никому не дают. А вам дали статус. Дали. Хоть маленько. Но земли дали. И покосов пока хватает. Я буквально понимаю. Кротко. Вези себя кротко. Разговаривай кротко. А это проще всего не по мне. А я плюну. Дверь ухлопну. Ну и что из этого получится. Вот ответ. Шестой стих. Блаженны алчущие и жаждающие правды. Ибо они насытятся в толковании. Так как он намеревается говорить о милосердии, то наперед показывает, что должно соблюдать справедливость, дабы не делать милости из награбленного. Кто алчат и жаждет, тот сильно желает насытиться. Так сильно надо желать правды и соблюдать ее. Появив уже любостержательные, представляются живущими в довольстве и сытости, то он говорит, что тем более правильнее насыщаются. Они насыщаются и всей жизни, ибо обладеют своим имуществом безопасным. Ищущие Господа не терпят уж ни в каком благе. Псалом 33. Правду надо жаждать. А я всю жизнь за правду. Как там встречается человек такой, потеряет жертв. Я за правду страдаю всю жизнь. Николай Килычков был. Ну, заправду. Может, за невоздержание. Может, плохо работу сделал. Я за правду всю жизнь страдаю. Всю жизнь страдать за правду – это очень непросто. Я знаю таких людей, хотя не лично. За правду страдал Александр Александрович Солженицын. Андрей Дмитрий Сахар походили. Это определенно. Ничего нигде не искали и хотели по-другому. Пётр Григоренко, генерал, которого в гордон отправили при Хрущеве. Зоя Крахманникова. Глеб Якунин, священник. Я знаю этих людей. Огородников Саша. Ну, и они насытятся, ещё насытятся скольбями, страданиями. И в конце концов увидят торжество правды. Господь покажет, за что ты боролся, вот теперь оно и есть. Теперь продолжай дальше трудиться. Надо маленько, ну, на опыте прошедшего и то, что происходит, увидеть исполнение этих слов. Запоминать, а как это насытится, а где это за правду. Ну, я тебя вот называю конкретные люди, которых я видел, с кем беседовал. Я видел, как они страдали, как они отвечали на следствие их дела. Ну, описаны они. Слушай тюрьма. Это книжка написанная Зоей Крахманниковой. Как она со следователями везде говорила. Следователь говорит, ну, что тебе надо? Она кандидат филологических наук была. Работала в центральных органах, газеты такие. Как моя бабушка, никого она не лезет, помолила, домой приходит. Что тебе еще надо-то? Я, говорит, поняла, с чего сатане надо верить, как его бабушка. Чтоб никто ничего не знал. Вот и все. Я, говорит, я не могу молчать, я обязан это сказать. Ну и почти теперь иди. Она жаждала правды. Ее сослали в горный Алтай. Тут она была. Куксы или Куксы какой-то был. Село такое. Как она там писала, в водопроводной трубе везде прятала рубки все свои. И мужа потом этапом отправили. Феликс Светов. Он против моей камеры был. А со мной сидел главный рыбак края, мамонтовский Силер Владимир Митропавлович. И они прямо против камеры встретились. Вот, говорит, по какой сатане? Он говорит, 190 прим. Распространение заведомо ложных измышлений, порочащих общественных и государственных строя. Это моя статья. Он говорит, о самой камере такой сидит. Так разве здесь за это есть? А я думаю, только одни москвичи там за это правду стараются. А потом я уже поехал в Москву, уже встретились, все это записали, сфотографировались. Вот так. Там жена куджава пришла. Поэт такой был. Баст. Седьмой стих. Блажены милостивы, ибо они помилованы будут. Толкование. Милосердие можно оказывать не имуществом только, но и словом. А я же ничего не имею, что и слезами, и вздохом. Они получат милости здесь от людей. Ибо кто вчера оказывал милость, а сегодня пришел бедность, тому все будут оказывать милость. Особенно там Бог. Понятно. Сострадательность. Уметь скорбеть с плащущими. Это не так трудно. Вот радовать сострадающихся намного труднее. А когда у тебя нормально так живешь, а у другого плохо, и ты скорбишь о нем. Это понятно. Чуть. Особенно женщины. Они слезливые и умеют это делать. Сострадать. А вот когда другому хорошо, и чтоб ты радовался, и даже в мыслях не мелькнул, но тоже не почитурился. Вот. Чтоб этого не было. Восьмой стих. Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят. Толкование. Многие не хищничествуют, не обижают и даже милосердят, но блудодействуют и в других отношениях бывают нечистыми. Посему Христос повелевает соединять с другими добродетелями и чистоту, или целомудрие, не только по телу, но и по сердцу. Ибо без святыни или чистоты никто не узрит Господа. Как зеркало тогда отражает образы, когда чисто. Так можно созритать Бога и разуметь Писание только чистая душа. Чистое сердце Бога узрят. Ну а как применить это в жизни? Помните, это 1961 год был, когда тут все это со спутниками, а потом в Гагармин полетел. Да Бога не видел, он сказал, Бога не видел. Вот на это ответили, написано «Чистое сердце Бога узрят». А какое чистое-то? У него этих жен, товарищ, сколько было? Ну вот и все. Это так отвечают. Да и задача вот такой не ставили Бога там смотреть, видеть. А Джейм Семен, космонавт, астронавт, видел ангела. Прямо видел ангела, мимо иллюминатора пролетал, когда он был в космосе. Вот так. Комментарий небольшой. Здесь взаимосвязь. При чистой жизни Бог открывает смысл Священного Писания. А усвоение Писания делает жизнь еще более чистой и побуждает к ревности и подвигу о Христе. Запомните. Вот внезапно Писание открывает то, что ты уже знал. Но открывает как бы с другой стороны поворачивать его. Я вот сегодня и говорил, вот кого не было здесь. Вот. Я говорю, старая обрядца резко от межелательства. Новая обрядца. А уж про католиков говорить не надо. А в семье у всех папа. А откуда папа-то тут появился? Когда папа римский один. А чего ради вас папа-то? Почему не тяде? А еще Пушкин писал, говорит, тяде, тяде, наши сети притащили мертвеца. То есть он говорит о том, как называли. А чего ради папы-то этого? Никогда в пуском народе не было. С какого времени, я не знаю, появился. В каждой семье свой папа. Там римский, тут Позеляевский. В другом месте, там Сибирский, Барнаульский. А в духовном плане точно так же. Там непогрешимый один папа. Непогрешимый в вопросах веры. А тут каждый неякон, каждый священник, каждый архивейк. Все папы. И вот я говорю, попробуй в твоей семье. Видишь, что тебя звали тяде. Не священника тяде звали, а тебя. По-русски. Ничего не получится. Заранее скажу, не получится. А почему? Ну, в первую очередь, твердо себя там. Тогда же начнется оправдать. А зачем это нужно? А так это все. И так не так все. Я вот два раза сегодня попытки взял. Узнать о Серафиме Гавриловне. Как она называла отца своего. Вот наша мама отца своего называла тятенькой. Не тятя, а тятенькой. То есть в нежной форме. Мама, маменька. Фанвизин пишет. Ну и попробуй поверни. Самым маленьким повернуть не удастся. Ну а если ты это понял строго? Строго. Все больше не понял. Я встречал таких людей. Один раз только. Единственный раз. Услышал. И уже все у себя. Сегодня я говорил про библиотекаршу. Я даже не успел делать. Она уже в длинном платье пришла. А стою в библиотеке. Она рядом была. Пока я ей рассказывал что-то. Я говорю, у нас сережки не носят. Не хорошо. Она опять исчезла. Приходит уже. Ничего на ней нету. Потом потерявку прижал вот сюда вот. Это человек такой. Он мгновенно принимает для себя. Я встречал таких людей. Это уже почва готовая. Только семя туда бросить. Даже не уговаривать не надо ничего. Вот я когда покаялся в Евангелии, мне никто не уговаривал. Мне там в Евангелии я стал читать. И у меня все сошлось. Пока они зашли, я уже в пятую голову иду. Все. Дальше только на колени. И началась новая жизнь. Совершенно другая, чем была. Так что сам на себя смотрю. Это не я, который зашел, который сейчас стоит. Это совершенно. Тот умер. Его нету. Умер. Окончательно умер. Еще и трепыхаться будет. Но уже он не жилец. Вот. И любое дело. Ты услышал? Вот я тебе сказал. Попробуй вот в одном месте себя. В моей семье больше. Папой меня называть не будут. Что я? Папа Русский что ли? С чего ради? Католический будешь? По-русски всегда было тяде. Не получится. Даже маленького ребенка. Ну? Ну ты как своего родца? Папа? Тяде? Тяде. Так это писатели все пишут. Писатели российские. Так и было. С чего ради перемахнулись? Ты сейчас. Вот мы проехали сколько уже проехали. Ну больше нас трудно сказать. Всю Европу. Всю. До Атлантического океана. И найти, чтобы человек вот так вот был с бородой в поясе. Единицы. Один может на государство. Пояс. Так трудно надеть. А мы как бунтует. Как видно-то здесь бунтует. Мы говорим. У нас по уставу положено. Нет. Как только вышел отсюда из храма. В храм его не запустят. Все. Скинул. И поешь. Миша. Все одинаково. Пояса нет. Обыкновенная веревочка. Еще он у вас так жжет. 109 раз говорится о поясе Библия. 109 раз. И он прообразует истину. Нет какие-то слова. Но на деле не надо ничего говорить. Зачем тебе спорить? Так же самое о бороде. Но тут еще как-то. Вот. Маленько подстригу усы. Маленько в бороду. Хоть. Хоть маленько. Смотрю. Патриарх. Подстрижены. Зачем? Ну а причащаюсь. А на тебе что не причащались? Почему старобрядцы причащаются и не подстригают усы? Ну а причащаются? Да ты его берешь губами и задеваешь ее рудом. Что ты за причащие-то посовываешь? Ну у тебя ты ешь когда каша бывает здесь? Или молоко бывает? Нет ничего. Чего ты при счастье-то испугался? Надо подрезать усы, чтобы подрезаны были. Не подрезаем. Вот люди, которые нам знакомы, принимают причины, никто не подрезает. У нас этого нету. Один раз объяснили. Ты портий, не портий, края бороды твои. А это не борода, а усы. Дальше говорит. И она дальше говорит, на щеки тебя подрываешь. А это к голове относится. Она по-другому растет. По-другому даже. Они забиваются волосы-то. Такое простенькое. Ну ты начни по-малому-то отползать от этой бездной нарушения. И вдруг оно все исчезнет. Притом решительно надо с этим. Просто решительно. Поставь сюда программу. Лежим ночью я буду вставать на молитву. Не получится сразу. Даже очень не получится. И причин будет столько. У тебя будут другие причины, чем у меня. У меня главная причина – холодно. У меня нетоплено. Пять градусов всего. И пытаясь под одеялом щетки возьму с собой. Не получится. Приходится одеваться. Тогда только отсутит враг. И тогда на душе вдруг послеплеет. Самое простенькое. Смотри в устав. Не положено растительное масло. Я православный. Вопросов нет. Закрыто. Тема закрыта. Никогда не будет нарушений. Ты ребенка приучи. Это страх Божий. Ты считай у нас. Тот страх Божий потерял. У того разумения нет. На стенке висит. Правильно. Девятый стих. Блаженны миротворцы. Ибо они будут наречены сынами Божьими. Толкованием. То есть не только те, которые сами живут со всеми мирно, но и примиряют других, враждующих. Миротворцы суть и те, которые учением обращают врагов Божиим. Таковы и суть Сыны Божии. Так как единородный Сын Божий примирил нас с Богом, когда мы были враги Его. А кого с кем примирять? Почему не сказано? Кого? Когда у матери с дочерью не ладится. Кормила, поила. Напоминает. А ты со мной так разговариваешь. Кого с кем? Может быть Гитлера со Сталина надо было мирить? Баптистов с православными? Православные со старовляциями с католиками? Ну, где указание? Какое? Ну, тут, наверное, имеется краткую душу. Ну, ты ради души это и делаешь. Миротворцы. Блаженство. Это единственное блаженство. А сколько всего блаженств? А? Девять. Девять. И только одно блаженство уподобляет Христу. Миротворчество. Как это дорого. Он пришел примирить нас с Отцом Небесным. А нам, как везде и всюду, мир. Если это возможно, с вашей стороны будьте со всеми в мире, Павел говорит. Если возможно. Другой раз это невозможно. Сейчас ни под каким видом не идет, не прощает. Вот мы на днях только собирались все. Брат Павел приезжал. И отец от него ноги кланяется раз, другой ни под каким видом. Ну, свидетели есть. Владимир Александрович. Сестра была. Вот. Я был. Не под кофебитом. Написано. Ожесточившийся брат неприступнее крепости. Неприступнее. Никак. Все завязано на деньгах. На зависти. Правильно сказал. Как так? Я не имею, а ты имеешь. Меня обвинил. Но он косвенно так. Потому что у нас хорошие отношения сложились. Я у него кольца купил. Которые никто не брал. Он не знал, что с ними делать. Вот. И он про меня кинул. Конечно. Он сколько лет. 15 лет отдал вроде в интернете. Как обманывать людей то чтобы. Выпрашивать то. И брюки на брюках заплаты. Павел. А батюшка говорит. Ну и пришей ты заплату себе. Что тебе добавлю. Если бы в одной заплате было. Сейчас бы все приступили. Приши у меня заплату. Как ты еще? Прямо боком. И чтоб под каждой заплатой по миллиону было. Дело про них в заплате. А что-то другое есть. Я-то рассказываю. Ну ладно, в заплате. Тут я уже ничего не сказал. Представь себе. У меня детский лагерь. Много детских лагерей. Чтоб сейчас на порядке были открыты. Если ты знаешь, назови. Не государственные. 44 года позади. И представь себе. Мамонтова прокурор Сухов. Ему поступает указание. От прокурора Края Параскуна Юлия Федоровича. Генерал-лейтенант. Купить крупы. Купить сахар. И отвезти в лагерь Лаптевую гладь. И он сам привозит. А у меня спина болеет. И сам прокурор. И он носит мешки мне эти. Это что, из-за заплаты? Ну ты скажи. Где это такое, чтоб прокурор привозил. И сам мешки таскал. Да еще сколько мы беседовать будем. Значит что-то другое есть еще? Вот мы еще и крестились. 12 человек. Все пришли через интернет. Это что? Интернет. Так вот они вроде такие. Вроде они приехали. Я их охмурил тут. И то другое. Так он приехал. Может быть уже с чемоданом денег привез. И два раза золота. Человек не может предположить, что есть люди, которые открыты перед Богом. Которые жаждут помочь. Вот в 2013 году я отправляюсь в миссионерское путешествие. А денег нет. Где деньги? Их надо разменять на евро. Две тысячи евро надо иметь. Я должен это зафиксировать и бумажки принести, что они у меня есть. То есть положить на книжку. Получить правку из Баркаса. И вдруг человек совершенно незнакомый. Знать не знаю. Из города Калининграда. Булкин, Дмитрий. Потом я узнал. А вам деньги нужны? Да кому они не нужны-то нужны? Вот вы говорили на издание книг. Да книги я уже давно не издаю. Но на что это же вам нужны? Я говорю. Наверное, это благовестие. Какой разговор? Завтра иду, получаю. С 2014 года совершенно другой человек. Ни разу не встречались. Тоже. Деньги нужны. Без отдачи. Двести тысяч переводят. Случилось так, что я говорю. Наверное, не будет хватать. Пойдут люди, они неэкономны. Ну еще сто тысяч получи. Это что? Это я вот так сумел охмурить. И он кидается как будто бы это рубли. Павел говорит, допустим, я хитрость убрал с вас. Но воспользовался ли я чем этим? Ты вот теперь только додумайся до этого. Самое главное это. Ни одного рубля я не съел, не пропил, не пропурил, не спрятал никуда. У меня этого нет. Я Павла-то как ошеломил. Никогда-то приехал. Шерстобитов-то. Банки продают трехлитровые. Это я 30 банок у него взял сразу. 30 банок. Это 90 литров-то. Ну и Павлу подарил. А он возьмет и говорит, а я хотел две шерстобитовы заказать. Я-то взял вторую тоже, даже в тени. А потом он пришел ко мне, у него они белые стоят. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, двадцать два. Он буквально поплыл. А то сколько же тут денег. Я говорю, Паша, а ты спроси, я губу помазал медом или нет? Не помазал. Я ни в рот не брал ничего. Почему? Мне радостно слышать, когда болеет, получает. Я Сигареву Александровичу отправляю и все. Только он не все берет сразу. На десять штук сейчас договорился. На этот раз. В Павле. Не забудь ему сказать. Так еще ты этим хвалишься? Да не мое. Я тебе доказываю, что зря ты не боишься на заплату. Ты делал это не заплату. Сколько друзей? Какие звонят? Я так рад. Это твое лекарство. А ироник составный, как я покупаю шерстабитову. И один уже зашел. Вы мне купите. И с московским поездом пошлите. Я рассчитаюсь со всеми накладными. А то такой мед хороший. Я ему дам дал. Но настоящий. Я говорю, я там и сироп. Ты там добавляешь. Да что он. Его мама с моей мамой работала. Понимаешь? Ну ты будь открытой душой. Так я думаю, если так и дело пойдет, я еще у него куплю. А он берет у меня деньги по пять тысяч шерстабитов. А вы то ли их рисуете. У него неправильное строение. Ну и что-то интересное шерстабит. А я на это отвечаю. Бог знает, кого избрать на это дело. Я им цены не знал и не знаю. Вот я сейчас посчитал. Вот с дорогой связались сейчас. Если закончим благополучно. Порядка 250 тысяч. Это не два рубля. И будет построено. Да Бог его знает. Знаний-то не хватает. Мы добрых людей ищем, чтобы совет дали. Если благополучно будет, во вторник могут навести технику. Я прошу только, чтобы вам было от этого лучше, чем было до этого. Считай. Десятый стих. Блаженные изгнанные за правду. И про их есть Царство Небесное. Толкование. Гонения терпят не одни мученики, но и многие другие. За вспоможение обидимым и вообще за всякую добродетель. Потому что под именем правды, разумеется, всякий добродетель. Гонят воров и убийц. Однако же они неблаженны. Наконец, Господь обращает речь наипачек своим апостолам и показывает, что терпеть поражение особенно свойственно учителям. Чтобы хорошо запоминать, ты всегда говорил об этом стихе. Моя биография вписывается или нет? Особенно гоним. И сразу забыл ли я гоним за это. Особенно гонимы учителя. Потому что судят, когда судья говорит, вот, солдат. Судят его тоже. Это вы его солдатили. Это на вашей совесть все. В прошлые времена. Особенно так. Я знаю. Вот я с Тимом по мне прокатился несколько раз. Я его запомнил хорошо. Особенно гонимы, когда ты учишь. Мы судим вас не за то, что вы верите, а за то, что вы жизнь другим людям портите. Это строители коммунизма были. Вы их совратили всех. Вот и все. Они знают, что сказать. И если ты не вписан сюда, то внутренне поблагари Бога, что прошло мимо. Я скажу, если Господи допустишь, дай сил перевести. Спросить не надо гонений. Но заранее настроиться на то, чтобы я их не перевести. Но уповая на милость Божия, устоит. Я, например, в будущем поколении. 11 стих. Блаженовый, когда будут поносить вас и дать, и всячески неправильно злословить за меня. Толкование. Не всякий поносимый блажен, только тот, кто терпит поношение для Христа, тревожных. И если же у кого при поношении его нет ни того, ни другого, то несчастье нам, так как для многих, служит соблазном. Коротенько. Но очень веско. За правду гоним. За Христа. И опять себя сюда поставь. Стих написан для меня. И если я всю жизнь проживу, и нигде меня это не коснется, то почему? Я не знаю, кто считал вас или нет. Рассказ «Премудрый пискар» Сталтыкова-Щедрирова, он был губернатором, писателем одновременно. Он жил, дрожал, и умирал, дрожал. Как он понял, что попадется, и как он выкопал норку. Ему во сне оказалось, что хвостик высунулся, а щука проклывает. Он во сне еще дергался. И как с ним все было? На что будет простая вещь, чем мечет на это? Плавай. Но только его клюнь, и тебя уже где-то ты развесешься. И он доказывал всем, как прожить. И прожил всю жизнь, никому не попался. Ни все, никуда. Вот это ваша уже поговорка. «Премудрый пискарь». Еще с ним было. Ну, просчитайте когда-нибудь. Может быть, с нас образ написан. А хуже бы не было. Уж к этому мудрый терпелись, и правда, это хуже не было бы. Ну, все, все. Жил, дрожал, убирал, дрожал. Не хочу быть таким. А каким хочешь быть? На Христа похожих. А не лишку не хватило? На Павла. Павла, подражатель? Нет. Что боится человек, что трепещет, в этом ничего удивительного нет. За это Бог не судит. Судит за отречение. И когда вот показывают утро стрелецкой казни, Петр Первый казнит, которые там стрельцы восстали. Видно молодые, как заломлены руки, как тащат плахи, и он наконец стоит. И таких людей после этого раньше, я не знаю почему, было правило, их вели, видимо, за шею, чтобы веревка была у него в зубах. И бывало, что уже на шахоте, на месте казни приходило помилование. Ну, и потом дома спрашивают, ты видел, как вышли и плакали? Он говорит, я никого не видел. Он понимал, что сейчас закончится, как у Марии Стюарт, навсегда. Она молодая, второлевая, обмененная. Завтра казнить. И она в одну ночь сделала белая-белая, как лунь, волосы. За измену государства, якобы. А сегодня пьесы ставят. Блаженство, здорово, исходить из того, надо будет лечь сейчас, когда пожелают миллиарды людей быть дадимыми. До этого не будет. Показать любовь ее только сегодня можно показать. А доказать ее ничем ты не докажешь. У меня хорошие отношения были с некоторыми представителями власти, религии. И они вдруг испортились. То есть, из-за чего? А я нашел в ваших книгах, вы судите там кого-то где-то. Ну, даже так. Я сужу. Но наши отношения почему испортились? Ну, а вы говорите. Да потому что книги в хорошем духе написаны. Взяты из Библии все. И они обличительные. А если ты нигде никого не обличил, ты не видел греха. А если видел молчан отмечать за него? Иезекииля 3.18. Ты видел его согрешающего? Не обличил? Он погибнет, но его кровь я с тебя обзыщу. А если тебя обличил, а он не принял, он погибнет, а ты чист. Ну, вот один раз почитай это, и мимо уже не проходи. Неправда. Друг, брат, приди и разузнай сначала, прежде чем грозиться ему. И тогда поставь все на место. Он будет блаженный и зная за правду. Пошли. Одиннадцатый стих. Блаженны вы, когда будут поносить вас... Одиннадцатый? Двенадцатый. Радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах. Так дали и пророков, бывших прежде вас. Толкование. Говоря о предыдущем, Господь не говорил о великой награде. Но здесь сказал он, показывая тем, что терпеть поношение есть дело великое и самое трудное. Ибо многие, не стерпев поношения, сами себе лишали жизни. И Ио, выдержавший так много искушений, особенно размущен был тогда, когда друзья стали поносить его, будто он страждет за грехи. Дабы апостолы не думали, что их будут гнать за учение противное Христову, успокаивает их, говоря, что и пророков бывших прежде них гнали за добродетель. Посему их страдания должны успокаивать вас. Но за что гнали златоуста? Не язычники, а свои. Епископы, священники поднялись, проголосовали смертью его. С одной силой вернулся в другую. Отбывают там полумертвые. Мало. Дальше его это. Третий уже этап. Даже не нашел такой мертвы. А потом будут прославлять. За что? Ни один человек по сегодняшний день не может поверить, что за это могли гнать, что он облечил царицу. Едокси. А ему это нужно было? Ну, нужен он исповедник. Это все позади. Я и много занимался. Это в третьем томе у него написано. Его письма олимпиаде. Ну, ты глядишь на это. Тебя несправедливо. Я батюшке сказал. Тебя залезали со всех сторон. Лапом за ручкой. А вот тебе и гонение. Вот тебе и погашение. Брат поносит. На каждом повороте везде. Вот и все. Тебя нигде нет. Ты открой интернет. Там на меня что только не говорят. Там у меня американские шпионы. Я прислушиваю по мусульманству и ЦРУ. Государственный преступник там. Все такое нет. А тебя нигде не трогают. Его говорит. Невинный. Не слышал батюшку нигде. А вот тебе родной брат. Тебя геофилип на каждом шагу. Он батюшка такой. Он юритик. Почему? А он ездил на запад. Там он был. Встречался. И поэтому он как папа не погрешил. И мне за шланги деньги не отдает. А Люда спалила там яблоньки. Он не признает себя виновным. Он уже сто шестьдесят тысяч бы яблок продал. Павел на семнадцать лидер с каждой. И почему бедра эти под килограмм. Он сидит и подсчитывает. Когда бывает призвым. Ну вот поэтому и горят. У тебя горений нету. В тюрьме ты не был. В интернете тебя не поносят. А здесь мне короче поцелуют. Ну вот тебе, пожалуйста, награда пришла в лице брата. А ты о нем поплачешь. Пожалуйста. Да я не обижаюсь. Все равно. Ты же спросил. За что ты меня поносишь на каждом повороте? Ты же спросил его. А он не за что. Награда твоя. Он мне ногти не возлагает. Если меня поносят. Тут все понятно. Тут даже не надо. Это я легко принимаю. Но отца Акима поносить. Я каждый раз говорю. Тут все нельзя объяснимо. Мой адрес. Но батюшку трогает. А вот ему как раз этого не хватает. А это пережаренный, переваренный, простроганный, нашинкованный. Давай. Тринадцатый стих. Вы соль земли. Если же соль потеряет силу, зачем сделаешь ее соленую? Она уже ни к чему не годна, как раз и выбросить ее волну по правильным людям. Толкование. Пророки посылались какому-нибудь одному народу. А вы соль для всей земли, исправляющая бескутных учениям и обличениями, дабы они не порождали не пристанно червей. Посему не оставляйте горьких обличений, хотя вы ненавидели и стали гнать вас. Хотя вы ненавидели и стали гнать вас. Если учитель потеряет ум, то есть, если не будет учить, обличать и исправлять, и разденеться, то чем исправиться? Он должен быть лишен учительского сана и подвергнут презрению. Так, вы выделили слова какие? Посему не оставляйте горьких обличений. Не оставляйте... Это хорошо, когда обличают. Не презирайте их. И сами вникайте в Слово Божие. Смотрите, у нас какие обличительные слова написаны в храме. Это, оказывается, в 15-6 Иеремии. Ты оставил меня, Господь говорит. Я поражу тебя. Я устал миловать. Бог устал миловать. Первый раз приехал когда Сергий. Я спросил, где это написано в Библии, который сейчас митрополитом. Я кое-как достал, криво написал на Иеремии. Кого люблю, того наказываю. Неверующему это вообще непонятно. Это в братьях Карамазов написано, когда с Иваном Пёдоровичем беседовали, старец Засим. Вы так и считаете, что в природе нет закона любить? Он говорит, нет этого закона нигде. Это закон неестественный. Любить врагов. Где это есть? Любая корова другую толкнет рогом. Бараны, курицы друг у друга. Сыпленок маленький, червяка, брось, каждый в свою сторону тянет. Везде. Кошки между собой. С чужого двора кошка зайдет, глаза высоропают. И везде. Здесь требуется любить, учить. Добольный слушай. Подожди, пройдет время. Ты молись и молись. Будет момент, когда исполнится обещание Божие. Тщетной молитвы не бывает. Слово его не будет тщетным. И тогда будет и примирение, радость и мир, как будто ничего не было. Ты сама говоришь про Петлю Калашникова. Так? А теперь, что было бы его грустно вспоминать. Зачем это все было? Когда ездил к прокурору, там, где писал, говорил. Ничего этого не надо. И теперь только думаешь, Господи, а зачем это все было? Так. Комментарии. Комментарии. Горькими обличениями называется то, что подчиняет горесть, обиду. Затрагивает оскорбленное самолюбие. Не случайно слово Божие называется мечом обоюдоострым, которым можно и рассекать, и поразить самого себя. В Откровении Иоанна Богослова говорится, 6 глава, 6 стих, «Елея же вина не повреждает». «Елеем» называется то слово, которое умягчает кровостью вещания. «Вино» же называется строгость обречений. «Проповедующий, решившийся отнести Слово Божие, не должен повреждать свойства Слова Божия, взирая на лица». То есть в большинстве случаев обличительные и грозные слова говорят к нежестоящим, а к вышестоящим, имеющим власть, говорят слова ласкательства. Говорить обличительное слово по отношению к имеющему власть умышлять, кто способен на это. Библия показывает нам таких героев веры, бесстрашных обличителей, пророк Илья, пророк Иеремия, первомученик Стефан, апостол Павел. «Житие святых» показывает нам много подобных примеров, как Иоанн Златоуст, Федор Студель, Максим Исповедник, Исаакий Далматский, митрополит Филипп. Нас более всего интересует обличительное слово правителям России. И здесь мы можем задать вопросы. Почему церковь была так бедна бесстрашными обличителями в армии царей, патриархов, епископов? Громили тех, против кого шла государственная власть. Говорили об общем низком духовном уровне. Но чтобы конкретно к царям, как Иоанн Златоуст против Евдоксии, как Илья против Макао, этого не было никогда. Почему? Блаженный Феофилак обращается не только к стоящим за церковной кафедрой, но ко всем вообще. Не оставляйте горьких обличений. Хотя бы ненавидели и стали гнать вас. Более всего, конечно же, это касается священнослужителей. Разве патриарх не видит, что сделают правители и кривители со всем народом, как обокрали его, как уничтожается нравственность? Почему не в одной речи он не обличает президента, правительства, епископов? Если учитель повторяет, потеряет ум, то есть если не будет учить, обличать и исправлять, и развенится, то чем исправится? Если нет обличения, значит невозможно ждать исправления. Златоуст называет обличением скальпелем хирурга, прижиганием, отсечением. Оставляющие горькие обличения облекают не только свою пасту, но и всю страну на гниение, и как потерявший ум заботится о каких-то диссертациях, богословских званиях. Где эти уроки обличений для семинаристов? Какой предмет они заложены? Чтобы обличать и исправлять кого-то, нужно знать отступление того, кого обличаешь, и в чем он отступает от заповедей Божьих. Это излечение фефилакты должно быть сегодня вывешено в виде плаката во всех храмах. Не оставляйте горьких обличений. Если учитель потеряет ум, то есть если не будет учить, обличать и исправлять, и развенится, то чем исправится? Раз за разом эту фразу я ее выделил, и бьем на место. А почему не учат? И они предмет не заложили. Как правильно обличать? Я учусь на ускоренном тех, кто был 4 года, кажется, даже 5 было тогда, ну а с 10-ти классами 2-1 года. И вот уже заканчиваю, я спрашиваю, а когда нас будут учить, как обращаться с рабочими? Я же начальник был, мастер, прораб, а предмета такого нет. А как? Я жил в деревне, я знал куриц, коров, овечек, ну ребятишек в своем доме. Я не знаю, как к человеку подойти. Ну наряды я составлю, я понимаю, сделанная работа, оплатить, бухгалтерию сдать. Но как вообще подойти к человеку? Я не знаю. Вот почему ко мне когда приезжали сюда, там профессора были, а где вы этому учились? Нигде не учился, у меня вообще образования нет. Ну а почему вы нашли именно вот это предложение? На молитве. Понятия не видели. Я потом узнал, что это Бог дает, но надо учить. Более сложного предмета, как женитьба, нету. Нигде так часто не обманывается, как здесь, браком называется, заранее. Еще не жили, а уже брак. И что во время вечания уже брак. Ну а как? Как к мужу себя вести? Для мужа главное одно сейчас сказать. Вникай в Слово Божие, не будь подкаблучником. Не будь тираном в семье. Надо совместить все. Не учат, не одет такого предмета. Это только сейчас на порядке где-то. Девушка, ее научи быть чистой, целомудренной. Сохранить себя. Вот ты знаете, показывают мусульманке, а ее готовят замуж. И собрали соседки, все одеты по форме. Документ должен быть, что она девственница. Она девчонка, она брыкается, она не дается ей. Плащет, ну что тут лезет, куда не надо там, куда лезет это. И наконец все-таки мы говорили. И вот теперь справка. Они из дорогой бабки, вот такая. Люба целует Лену, Лена целует не Анилу. Она сохранила девственность. На целую друг друга. Она лицо закрыла, сидит девчонка. Все. Как высоко это ценится. А сегодня даже люди не понимают, что это такое. Так в духовном-то это надо все сегодня показать. Обличительного слова нет ничего. И основной это не тропают нигде. А тебе это надо? Ты вот сказал, а теперь такое гонение. Ты друзей потерял, то другое. Ну кто? Иероним Стриновский это был. Иероним. Когда он написал о нравственности священства. Тогдашнего. Он умер в 420 году. От него отвернулись даже друзья. Он один остался. Что ты наделал? Ты посмотри, язычники. Твой трактат переписывают от руки. И показывают, вот вам со своим Христом до чего вы зашли. Вот вам. Его труны переписывают язычники. А христиане ждут. Он говорит, ну так же нельзя, как у нас делают это. Ну посмотри, что священники-то делают. Та на машине задавил. Тот пьяный. Там обокрал. Там это... Прелюбодеют. Там монах с ребятишками стоит. Со своими. Теперь мы не знаем ни одного. Там одного поминают, кто на него нападал. А он самый популярный на Западе в церкви. Как у нас в Аталусе. И родить в Тридонске. Он у нас тоже святой. Вот. Но и не это главное у него было. Он перевел Библию на доступный язык. Вольгата называется. Поэтому... Я прочитал это и теперь. А ко мне это относится. А на мне этот стих следы оставил. А от него шарама на мне есть. А как он может быть? А я говорил как? Как конкретно? Вот допустим... Ну вы знаете. Разговор наш был. Мы у Валейка переписывались. Митрополитом в Кармене. Старообрядческим. И я ему написал. Последний раз есть старообрядцы. Которые близкие нам люди. Они никуда не переходят. Так и будут старообрядческие. Но чтобы приходить могли в храм. Не сидеть дома-то. Не квасить это. И я ответ. Заранее знал. Митрополитом ничего не значил. Его Вова дал. Вову это Агустину и Феде. Их таких много наберется. Они его слопают сразу. И он ответил. Мы этого не можем делать. А почему? Причина какая. Виноват я. Что я признаю его не коньяк. То есть у нашего несчастья настоящее. Понимаешь? Какая это причина? Какие братские отношения? Я ничего не просил для себя. У нас хорошее отношение. Я их мог поддерживать очень долго. Потому что просят ответ на книгу дать его. Дальше он говорит. Я это учту в следующей книге. Братья и сестры. Это другое. Учту. Но в конце вот это я сказал. Ну зачем сказал? И каждый раз вот так. Считает, что это ложка легкая. А я сказал, как я думаю. И я с них разрешение. Вот она сидит рядом. Я говорю, ты не против? Нет. Что ты сказал, что у вас в устаре. Что так и так нужно говорится. Да. Еще вот это. В устаре. Что мы не смотрим. К нам приходят двуперстные и троимперстные. И как только так. На каком основании? Когда в устаре влясах очень известный бедник. Федор Итимович. И он пишет. Во времена Златоуста. Крестное знамение совершалось одним перстом. Ну никаким не показал. Ну так понятно уже какой. Ну не показал какой рукой. Но понятно, что не левая. Почему Богу посвящается лыше. Аще Христос. Аще Христос. Слышишь. И откуда взяли? Христос вообще не крестился. И он и не мог креститься. Потому что еще креста не было на Голгофе. Он не мог креститься. Это не правда. А Христос совершил пасху как на квасном хлебе. Просто на квасном хлебе. Совершил его убегу тут же, на Голгофе. Когда вознесение было, он назначился. Вот так вот и смотрим. Вот видишь, как они сфотографировали, пришли. Кто там был рядом. Мы все прямо рассмотрели. Облако скрыло. Они из-за облаков его. Раз ты. На вертолете. Когда возносился. Написано. Облако скрыло. Они из-за облака его там сфотографировали. Нет этого ничего. И поэтому. Я не настаиваю. Я не сказал, что твои тести. Но это стоглавый собор. Так аж и Христос. Ну стоглавый собор. Это не означает, что Христос сказал. Христос и стоглавый собор. Это большая разница. Ты стоглавый собор. Ссылай. А ты читал его? Нет? Все главы стоят. Я говорил там. Я на Городине Тиво и Манна. Когда готовился на Маканом. Греческий. Он это самое переписывал. Вот. Договоришься. А? Договоришься? Ладно. Как бы еще не было старого. Слушай, не старовляться. Там будет ничего не сделать. А, да, потерь не пошло. И при том смотри. Мы не насчет не остаиваю. Свободы никакой нет. Вот ты говоришь, поехать в Шарчино на Урывке, старобряться проповедовать. Они прекрасно знали, что есть цепь в Барнауле, в Новосибирске, но им это не надо. Дяде Степану надо было, он поехал и нашел. Это ему надо было, а этим не надо. Ну и надо, я понял, этим не надо. Дальше что? Да ничего и не надо. А мы ездим что, всем надо? Ваня, давай дальше. Вот они сказали, не надо. Когда пришел апостол первый раз, да послушал в другой раз этого своего слова. Но он на этом не закончил. Дальше начинается, и там церковь будет образована. В Каринфе, город Блудак. Это садо Многоморра. Вот ты говоришь, на Урывке, как и я, главное, она говорит, сейчас позвоню в Олимпиаде в Барнауле, что она скажет? То есть авторитет в Библии не имеет. А ты переломи обстановку. Кене Аксения, она знала, присоединилась к отцу Николе. Они, знаете, знали в русских, что есть церковь, есть бабушка. Приезжал отец Никола. Но не надо никому. Но слово не надо, это не означает, что так будет всегда. Вот что, вы забываете. Не надо, сказала когда. А Господь сказал, Господи, да искали тебя убить там, Фома. Господи, да не ходи тебя убить искать, убить. А Фома что сказал? А Господь что ответил? Не 12, ты часов во дне. Вчера он говорил, да. А сегодня сам пришел, говорит, что я говорил? Что попало, плел? Ко мне приходит. Я говорю, да ты же утверждал. Дурак и дурак. Что попало, плел? Вот и все. Это не кто-то, который у нас были в общем. Поэтому если уже желание есть потрудиться, желание есть высушить слово Христово, крест никогда не ставь. Они сказали, это они сказали, не ты. А ты поняла, что надо усилить молитву, усилить пост. А кому отрустся словами, сын, бисер, 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 бисер? Вот один раз, второй, третий раз сказали, а им как-то так все кругородные, что они не понимают этого. Но сегодня, я повторяю, его не надо сегодня. Вот оно не надо сегодня, а завтра он может принять. Ну, завтра. Я думаю, как ты говорил еще раньше, говоришь, каждый крест видел, каждый храм знает, каждый о Боге слышал. Если бы он хотя бы сам подумал бы, если жизнь вечная, это если не сказка, то почему бы серьезно не задуматься? А так и никого не могут. Вот смотри, на весь район, на весь район, одна семья наша такая была. А вот в Новосибирске у нас храм стоит, рядом соседи, ни один не ходит. Александр Иванович за 60 километров с этим ездил. Я вам просто другой задам. Богащок Юрий, слышал? Да, знаю. Народный аппетит СССР, в семье два ампийских чемпиона, пьяница, спился. Да. Он никакой, никому не нужен. Везде потерял работу. Главный враг тещи, он все это рассказывает. Почему он баптистом стал неправославным? Потому что к нему подошли трое братьев баптистов и стали говорить и пригласили к себе. А дальше, дальше покаяние. Потом жена приходит, потом теща. По всему миру ездит и поет. Климент и Виктор. Казак. Казаки никогда баптистами не были, а православные. Да он еврей. Почему он обращается и делает это баптистом? Почему по всему миру теперь поет баптист, а не православный? Он еврей. Он еврей украинцев. Казаком назвался просто. Я говорю казаки, он из казаков. Я казакам говорю. Не о национальности. Казаки никогда не были евреями. Ни одного еврея казаком не было. Он принял у нас звание казаком, потому что это удобно. Это что-то, говорит, я где не бываю, вот концерт, допустим, за рубежом, меня сразу казал. Вот национальности, это смущает. Казак это что-то непонятное. Это бы евреи сказал бы, или русские там, это не премия, а казак, что такое особенное. И они сразу же принимают легко. А он фактически национальности еврей. Поет очень замечательно. Так вот я сколько таких могу назвать людей, которые могли быть православными? И из них 2 миллиарда мусульман, если бы им проповедовали. И Мухаммад, Магомед, это был бы один из самых больших пророков России, современности. Никто не один. Как Андрей Курай говорит, в 632 году он умер только. 6 столетий, ни одного Кирилла Мефония не нашли послать книги. Почему? Туркмения, Казахстан, все русские мания, почему? А потому что одни шли, православных не было. Это все православная страна была бы. И вдруг дошли на Карелопенов, там где-то обратились. До Болгар дошли православные, обратились. И ты по порядку посмотри. Там есть маленькие очаги, куда несколько проповедников приходили. И эти же татар, а отдельно живут, это православные, проспали. И так и надо согласиться. Как так или так? Да не так, не так не указано. И поэтому, если люди обращаются, вот я мысленно так проигрываю, ну, спросили бы он, баптиста, а вот если мы все примем, и священствуем, но у нас не принято рукой креститься, можем мы спасись или нет? А просто молиться вот так вот, руки сложить, как они вот так вот, руки, ну, как положено. По их учению-то никакого значения не имеют. Это не указано в Писании. Чего нет в Писании, а потом даже зато вот, говорит, не рассуждаем. А мы это главная, Христос, так. И не под какими-то, я не сказал, не крестись, так, я так крещусь. Но то, что я допускаю, что и трои перстна могут, вот он крестится, ты так, Лючи, все, я уже должен его отвергать. Он нас ничто не разделяет, он любит Господа. У него свой епископ, священство. Он прищечается, но не так парся сложил, бап. Ну, не мысль ему это даже думать, предполагать. Переходим с нами, давай обратим второбрядцев к нам. Да. Переходи к нам, ты и реки, все. Я просто, я говорю, так, не знание истории, не знание священного знания, и христианского гражданства. Дело в чем, вот, если богословия познали бы, знали бы историю, то бы, конечно, не было бы этих споров. Это правильно ты говоришь, это обряд. И он возникал, он изменялся в течение столетий. И одно говоря так, другое. Ну, вот, что теперь, ничего не говорило. Вот так. А зачем же сказал Боженный Апусин, хотя этот Тортуля на самом деле принадлежит, в главном единство, во второстепенном свободе, во всем любовь. Главное, это священное писание. Да. Слова Затарусы, чего нет Библии, а то не рассуждаю. Нет этого Библии, нету, а рассуждать не будем. Свобода, во всем свобода и любовь. А в каком томе это сказано? А? В каком томе Благову сказал? Не Затарус сказал. Это Блаженная Апусин. Нет, а что в Библии не написано, то мне рассуждаю. Тебе то нужно, или говорил он, или нет. Ну, допустим, Затарус этом не говорил. Тебе непонятно это? И я сошлись, я сослался, показал страницу, беседовал, да, состарабляться. Так это не коньянская книжка-то. А они все перепортили в свою пользу. Все. Нет. Это ничего не дает. Мне не надо автора, ничего нет. Я услышал смысл. Я понял, да, действительно так. Судить Бог будет нас по слову своему. А где тогда песня? Яма 12.48. Ну, раз по нему судить, то по нему и жить надо. Мне это понятно было в первый день, когда я Евангелие получил логи. Если судить Бог будет меня по Евангелию, он меня не будет спрашивать ни Блаженного Августина, ни Иеронима, он спросит меня Евангелие. А они только подтвердили, раскрыли, растолковали шире. Только все. Ну, надо учиться вычинять главное, и его держаться. Скажи, вот старая Брятская. Я познакомился. А они там нетовцы, там непоющие какие-то. У него задача, у меня книгу, он видел, старая Брящевская, интересная такая книга, там Никона Черной горык. Гора какая-то черная, я не знаю. Но он... А у него есть книжка, которую я бы взял. Там, плачевные песни, кажется, Ефрема Севина. У меня есть две, я тебе отдам. Ну, я ему тогда книжку отдал, и к нему пошли. И к нему пришел, и вот тебе, я тебе не дам ее. И все, я повернулся, и ушел, он меня обманул. Он на мою книжку потом взял. Он меня всем как встретил, в избу не пустил, и говорит, вот тебе. Ты не коня, тебе ничего не надо. А зачем тебе эта книжка? Обман. Ложь, кома, спасение. Меня не проводили, так это запросто, прямо как это лоха. Неси равного. И все. Ну, я все, попятился, но хорошо бы не ударил. Он заходит ко мне на распятие. Это у вас что-то разображен. Голубь был святой. Креститься нельзя, отблагороваться в ту сторону молиться. А другой старая блядь. А у вас голубя нет, молиться нельзя, поворачиваться в ту сторону. А у вас старая блядь, всего-то беспокоится, но разное. Беспокоится в почти 50 толков разных насеек. И как их примирить? По Евангелию. Их нельзя примирить. Они совершенно непримиримые. Вот эти древно-православные. Мы говорим, уже сколько лет Белокринитской иерархии. Зачем вам образовывать-то? Вот от приезжал отец Андрея, он у нас здесь был мальчиком, древно-православной. На воздельку святая. А у него друг священник Белокринитской иерархии. И он его к себе допустил, он с него степел на клирусе. И того сразу запретили своим. Потому что с Белокринитским священник обвел, осквернился. Под эпитерию его надо. Но ты применяй это к себе. Я смотрю на это шире. Что не это главное. Поэтому я так и сказал. У нас в Пустаре так написано. Он уже просчитал. Ну и что, я тебя осудил? Нет. А за что ты меня судишь? Я тебе старообрящество сказал, что неправильно не замолиться. Не сказал этого. Я сказал, что у нас это принято так. Что мы не принуждаем человека слагать пальцы. И это мне уже непростимый грех. Ну, какая моя вина в этом? Будь такой, как я, до одной волосинки. Но не может человек быть одинаковым. Все равно что-то где-то не так. А вот, по-другому что-то сказать. Вот, конечно, я даже сомневаю. Разные понятия, разные... А? 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 Ну, сомневаюсь. Вот, насчет тесносложения. Тесносложения. Вот, мое понятие и мое убеждение все-таки из всех. Вывод истории одно, там, три, двух, пятью. Все-таки, вот это самое более логическое, самое действительно по-богословски это обоснование. Почему? Просто объясним. Потому как написано, что нет креста, понятия о кресте, кроме этого, без креста. И так же я не признаю креста без креста. Так. Кровь Иисуса Христа очищает нас от всякого греха, который где он на кресте? Един посредник между Богом и человеком на земле – Иисус Христос. Никто не приходит к Отцу моему небесному, как только через меня, Иисус Христос. Вот в этом первом осложнении особенно выделена роль Иисуса Христа, Его спасения. Как бы, да, но Троица никто уже не это самое, не сомневается. Все христиане, как в основном, Троицу принимают. Но через кого мы имеем спасение? Опять Иисус Христос. Так он как бы, или Троица, приоритетов, или происходит, как бы, вот, сущность Бога и Человеческого Иисуса Христа, через которого мы получаем спасение. Вот здесь я на меня. Потому что пяти лет, скажем, ну да, пяти ранами. Ну разве только пять ран. А если минец на голове у него, били балками по линзам, что выглядели, это тоже кровь. Это вплетение, значит, на спине – это тоже кровь, да. Ну если сказать, мы берем основные, которые говорят ранее, основные тоже, но, понимаете, это как-то не так. А вот тут вот действительно именно показывают, что через Христа получаем спасение. Я считаю, что да, магический, логический будет, по-богословски будет более приемлемо в наше время, в наше время особенно, да и навсегда. Тогда были споры, мы понимаем, споры о Троице, споры о Дне на Божии, годы о Богочеловеческом Суце Христа, тогда было понятно, и они менялись. Это все исторические факты известны. Но сейчас, теперь когда уже сложившееся, богословие, прогазм, и все, теперь природный имя Суце Христа, ну, как говорится, приоритет. Поэтому, вот, я считаю, что это не будет правильным, и я всегда измениваю никогда. Поясняю, у меня есть фотография, где я стою здесь вот в храме, и вот так вот, я в Христа покажу, показываю двоеперстия в храме. И говорю, двоеперстия и троеперстия и религией заключен в самом персосложении. А почему? Потому что, если Троица, Троица не страдала на Кресте. Богочеловек не страдала на кресте, ты не будешь со мной в районе, а крестовый этот день был в могиле. То есть страдало только человечество, только. А так, это Богочеловечество, это небеса, Богочеловек, Бог сошелся, воплотился в человека. А страдало, мы изображаем, не что-то, не самого Христа, который был, а только крест на кресте деревянном. Прибита была плоть, Божество бесстрастно. И кто говорит, что страдало Богочеловек, это совершенно неверное, потому что юридическое, Божество бесстрастно, ясно кому-то говорит. И так понятно, Бог не гневается, Бог не может ничего делать, то, что человек бесходит. Он говорит, что жажда, жажда человек, когда он сказал жажду. И залпло написано, когда в быстренье 40 дней было, Бог не может давать, он говорит, Бог, дух, человек. А по человечеству на кресте, на кресте ему нанесли пять ран. Пять ран, только ран. А это, как раз, это не ран, но это не считает даже. И поэтому католики, когда показывают вот пять ран, и говорят, ты, шедший с неба, воплотившийся от Девы Марии, и меня, стоящего, погибшего на левой стороне, через твои пять ран страдания, кровь пролитена в кресте, переведи на правую сторону, изображается и считается только по-человечному. Это самое правильное. Я не католик, это отнимаюсь, но исследуя, я увидел, это самое правильное. Это догматически обоснованно. В этом элемент ересь, и в этом в разной степени. А первое, в социальной агенте. Ересь, смотри, я с этим не согласен, что это ересь. Ересь в чем? Когда утверждается, что Бог и человечество страдал на кресте. Если вопрос задать, а кто же все-таки страдал на кресте? Бог или человек? Интересно. Мы, Глент, только Богу спасать на кресте, именно взял на себя в рейт-мерах. Кто? Человек или Бог? Вопрос. Жилой или человек? Человек. А человек может неспользовать от берега? Он и спас? Нет. Человек... Все прямо на… Все они воспитали человек. Все человеки. Все человеки. То есть, в смысле, говорится о чем? То есть, он действительно, как в высшие смысли человек. То есть, он добрый, он нероследный, он и так далее. То есть, это качество человека, просто wheat wasteful. Он увидел, ну, просто действительно, кого вы думаете? Это же не разбойки. Все человеки. Действительно, посмотрите. А когда ставится вопрос, все-таки, кто же страдал на христе? Человечество. Человечество. А человечество опять, это вопрос, знаешь, очень, действительно, такой... Во-первых, это фашество бесстрастное. Бесстрастное. Богу нельзя уязвить, Богу нельзя у ничего. Богу это не относится наше человечество, это Бог отец. Да, да, да. Но почему сказано опять, един посредник между человеком и Богом? Так? И нет имени под небом, которым нам надлежало спастись. Так здесь какой? Иисус Христос. Иисус Христос кто был? Человек или Бог? Бога-человек. Бога-человек. Ну, поэтому вот это все, ты знаешь, это такое литееватое понятие богословское, это очень трудно. Ну а ты сейчас говоришь, Христос, да? И сказать, что ересь или не ересь, это очень-очень осторожно. Я к этому тоже никак не отношусь к предупреждению. Я считаю, что это тоже верно. Своё объяснимо. Считаю, это тоже объяснимо. Да. И даже это объяснимо, хотя уже это далеко. Но в данный момент все-таки я считаю, что вот это почему? Потому что я уже объяснил. Что? Иисус Христос. Кровь Иисуса Христос. Человека и Бога. Бога. Он говорит, я сын человеческий. Сын человеческий, допустим, написано 280 раз. А сын Божий не родился. Понятен, понятен. Что не понятно? Подожди. Сын человеческий, что значит сын человеческий? От человека рождённый, я объяснил. Евреям 2.14. И как дети, дети, ты, я, она, причастны к плоти и крови. Мы же причастны. То и Он воспринял ловное через Дьявол Моих. Дабыть смертью Своей, смертью Бога. И лишить силы имеющего держава смерти, то есть Дьявола. Чем? Человека, который он на кресте. Кровь Христа. Человека. Даже Христос распинался, да? Бог, мы знаем, что не распинался, естественно. Бог не распинался, естественно. Так вот, поэтому, и когда мы говорим об этом, о Боге и человеке, то, конечно, мы имеем в виду человеческую природу. Вот. Но, опять же, с другой стороны, если вот так, строго говоря, только человек, то тут ересь тоже бывает, что некоторые непонимания могут сказать, а как этот человек может спасать? То есть, понимаешь, я даже не хочу об этом думать, но я знаю, что если так углубляться далеко, то это можно действительно дойти. Ну, слово Иисус Христос, когда дышит, это не Бог, а человек. Человеку, когда дышит. Ниже к нам оба небо, которым нам приезжало спастись. Иисус Христос. Кровь очищает на сотях греха. И день последний. Все говорит об Иисусе Христе. Поэтому вот это, все-таки я уверен, что именно это будет правильно. Без Бога. Без Бога. Без Бога. Я об этом и свидетельствую, что самое правильное, в детстве. А так и молиться, и так. А так и молиться, и так. Вот, я ответил на это. Я просто обсуждаю вас. Прохожу в детстве. ПО-УСИЧИТЬ. ПО-УСИЧИТЬ. А В СОВИЩИТЬ. ПО-УСИЧИТЬ. Херубин, и славнейшую, без сомнения, Серафим, без искрения Бога Слово ручную, сущую, Богородицу Тяги ищае. Боже мой, Господи, мы славь благодарим Тебя за эти встречи, беседы. Господи, помоги нам освоить себя, осмыслить истину Твою, истину Ивановской по Твоим заповедям, жить по Твоей воле. А также, Господи, благодарим за все милости и щедроты, благодарим за мирное время, за солнце, за звезды, за весь свет небесный, за всю красоту и благолепие природы, за дар жизни, за здоровье, за благополучие, за общение с людьми и близкими, за пищу и питье, за все милости и щедроты, неспосылаемые к Тобой, Господи, слава. Слава, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и пресне, и по веки веков слава. Спасибо. Слава Отцу.